Ученые из Радгерского университета штат Нью-Джерси, США, обнаружили поднятие к поверхности огромного количества магмы на северо-востоке США. Проанализировав подробнее сведения тысяч датчиков, удалось выявить, что поднимающаяся магма на глубине 200 километров является неизвестного рода аномалией в виде пузыря диаметром 400 километров и затрагивает штаты Вермонт, Массачусетс и Нью-Гэмшир. Так как в регионе отсутствуют активные вулканы, ученые предположили, что эта аномалия образовалась недавно. И как поведет себя это новообразование, неизвестно. Наша цивилизация неоднократно становилась свидетелем извержения вулканов различной силы. Примерами служит вулкан Тамбора, вызвавший в 1815 году эффект вулканической зимы и уничтоживший культуру Тамбора. А также серия извержений цепи вулканов в Исландии в 1783 году, унесших жизни более 33 тысяч человек и ставших причиной неурожая и голода в Европе. Все вулканы на планете связаны между собой словно сосуды в теле человека. И если происходит извержение хотя бы одного супервулкана, это вызывает цепную реакцию во всех других вулканах и последующие за этим различные стихийные бедствия. И не важно, какой вулкан взорвется первым. Аэра в Японии, Бардабунга в Исландии, Йеллоустон или Лонгвелли в США, вулканы на Камчатке в России или любой другой супервулкан. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году показало человечеству пример беспомощности перед такими вызовами природы, парализующими работу связи и транспорта. А также то, что Европа не готова к проявлениям стихийных бедствий и что в ней нет единого центра, отвечающего за координирование действий при чрезвычайных ситуациях. Люди увидели, что в случае более серьезных катаклизмов единственной связью могут остаться лишь коротковолновые передатчики, но и они могут стать непригодными, если на Землю обрушится мощная магнитная буря. Все на Земле взаимосвязано и считать, что лично меня не касаются происходящие явления на планете неправильно. Выжить в это непростое время нам, людям, удастся только объединив научный потенциал всего мирового сообщества. Также жизненно важно ускорить изучение стратегически важной для выживания человечества науки, исконной физики АЛЛАТРА, открывающей многогранные перспективы в науках, дарующей победу над любой болезнью, возможность получения необходимой энергии буквально из воздуха, продовольствия и воды из простого соединения элементарных частиц, а в ближайшей перспективе создание любых живых и неживых объектов, что уже сегодня подтверждает ряд успешных экспериментов в этой области. Это в корне изменит отношение каждого человека к самому смыслу своей жизни, приведет к пониманию наиболее рационального ее использования для своего духовно-нравственного преображения. Каждый человек способен помочь в этом деле и донести данную информацию до своего окружения. Нужно ускорить процессы оповещения населения мира и его объединения уже сегодня, чтобы успеть принять меры до того, как природные катаклизмы наберут силу и войдут в точку необратимости.